Этот урок является таким логическим продолжением предыдущего урока про автомобильную аварию и в сегодняшнем уроке мы посмотрим каким образом можно сделать вмятину и отлетающие осколки от автомобилей показываю как это замедленно выглядит но здесь модельки low poly с низким количеством полигонов если вы будете делать более качественное видео с такими прорисованными автомобилями с большим количеством полигонов то результат может получиться гораздо лучше хотя и так в принципе тоже симпатично смотрится давайте начнем вот я покажу вам свою сцену где все это у меня происходит видно что одна машина получает вмятину а также вторая машина значит вот моя сцена я создал вот такое динамическое столкновение машин записал эту динамику как анимацию теперь видите у каждой машины свои ключи анимации и поэтому сейчас это уже не динамика это уже просто записаны ключи анимации сделаем сейчас вмятину сначала на легковом автомобиле выбираю его добавляю во первых subdivision surface потому что эти машинки low poly как мы видим маленькое количество полигонов у них и поэтому вмятина если она будет происходить она сразу очень много затронет поэтому добавляю sub surface переключая на simple поле view ставлю 2 чтобы мы тоже могли видеть более-менее подходящий результат наших изменений весь этот эффект достигается с помощью инструмента dynamic paint и также модификатора displays и так выбираю наш легковой автомобиль перехожу на закладку физика и нажимаю dynamic paint делаю добавить канвас то есть в данном случае теперь наш автомобиль становится холстом на котором мы будем рисовать кистью можно поставить анти альязинг dynamic paint advanced переключим на бэйт потому что нам необходимо карта веса и нажимаю плюсик чтобы карта веса создалась теперь нам нужна кисть кистью будет этот автомобиль выбираю его dynamic paint brush добавить кисть меж волами переключаю на меж волами плюс proximity это дает возможность также расстояние регулировать что не только когда каркас вот этого автомобиля соприкоснется с нашим холстом вот с этим автомобилем тогда и будет рисоваться карта веса а чтобы мы имели возможность самим определять некоторое расстояние и так давайте посмотрим что происходит переключаясь вид отображения солите чтобы нам лучше видеть карту веса смотрите машина приближается фургон и карта веса рисуется увеличивая или уменьшая значение можно увеличить дистанцию которая влияет наша кисть прикасаясь к холсту вообще кистью можно было делать не обязательно весь этот автомобиль можно было в режиме редактирования например выделить его передок скопировать его отделить от машины например shift d p selection и вот могут кистью являться только передок давайте так и сделаем машины отключим она не является больше кистью пусть является только передок настройки вот они все остались происходит то же самое передок давайте назовем его брошь один то есть кисть один сделаем так чтобы она не рендерилась и отображение было в виде каркаса зачем я сделал так потому что тогда можно менять размер этого передка например делать его пошире чтобы влияние имела более такую широкую сферу давайте пошире сделаем и можно сделать его более плоским так приплюснул чуть-чуть выдвинул вперед так смотрим ну вот результат все можно брошь один вообще скрыть она нам не нужно не обязательно ее видеть вот ее влияние выбирая наш легковой автомобиль применяю к нему следующий модификатор дисплейс выбираю карту веса мид левел можно на ноль поставить и потом странич регулировать вот смотрите получается вмятина хорошая при столкновении можно еще чуть-чуть улучшить результат сделать так чтобы с определенным таким искажением вокруг все это происходило добавим карту например назовем ее noise то есть шум перехожу закладку текстуры давайте выберем ее вот она поставим галочку ramp смотрите дает нам возможность регулировать потому что теперь шум от этой карты он также влияет на нашу вмятина размер можете поменять можете поменять например формулу шума какую-нибудь вот такую видно что теперь есть вмятина модификатор дисплейс используется значение strange даст вам возможность сделать глубже или меньше эту вмятину а также текстура noise она влияет на искажение в области этой вмятины теперь давайте сделаем так чтобы отлетали осколки но кстати перед тем как мы займемся осколками давайте сделаем запекание карты потому что нас устраивает результат как рисуется карта поэтому перехожу на закладку физика и запекаю карту для нашего легкового автомобиля все теперь браш один давайте включим вот она теперь она не нужна ее можно удалить потому что впоследствии она будет нам мешать сделать то же самое но только для фургона все я удалил и так займемся осколками ставлю нужный кадр когда происходит столкновение например вот здесь нажимаю пробел search quick q нажимаю и выбираю quick explode быстро взорвать и на том кадре на котором у меня стояла с этого кадра и будет происходить взрыв это можно изменить в закладке particles настройки системы частиц вот 68 кадр начало взрыва и конец но если сейчас я буду проигрывать анимацию то я не увижу того что мне нужно машина вся развалится потому что мне нужно указать где именно должен произойти взрыв перехожу в режим редактирования и выбираю те части машины которые по моему мнению должны разлететься в осколке ну например вот здесь стекло и здесь часть стекла создаю новую группу вершин заметьте здесь одна группа вершин уже присутствует ее не надо удалять это группа вершин которая отвечает за область нашей вмятины вот выделенные части но что я заметил в ходе эксперимента пока не понял почему если знаете поправьте мне нужно инвертировать control и и вот именно все вокруг должно быть создана как новая группа нажимаю плюс создается новая группа называю ее эксплоды взрыв и нажимаю осень чтобы все эти вершины применились к этой группе не знаю до сих пор почему обратный порядок действует значит стекла разлетятся машина останется целых выхожу из режима редактирования и в модификаторах заметьте добавился модификатор эксплоды ставлю нашу группу вершин которые называются эксплоды ставлю также в частицах в закладке vertex group также выбираю группу вершин эксплоды все на закладках модификатора на вкладке эксплоды нажимаю refresh и веду бегунком по таймлинии вот как вы видите вылетели куски стекол которые я указал вот пожалуйста результат мы видим как осколки отлетают машины количество отлетающих деталей вы можете поменять здесь если исправить эту группу вершин теперь быстренько о том как сделать вмятину на самом фургоне но принцип вам понятен фургон вы делаете холстон добавляете динамик пайнт канвас добавить пайн переключаете на ведь добавляете группу вершин теперь вам нужна кисть которая будет влиять на ваш фургон что может послужить кистью может кистью послужить часть этого автомобиля легкового чуть раньше поставим на таймлинии захожу в режим редактирования нажимаю а затем c чтобы выбрать часть корпуса нажимаю shift d копирую нажимаю п чтобы отделить выбранное выхожу из режима редактирования вот обратите внимание вот этот кусок я отрезал и он теперь будет кистью давайте его назовем кисть 2 давайте сделаем чтобы он не рендерился и вид отображения сделаем его каркасным настройках динамик пайн переключим ему в канва сделаны переключим на браш добавим браш здесь можно вот это поставить значение как и в предыдущем случае это будет давать возможность расстояние увеличивать или уменьшать до объекта до нашего холста на котором эта кисть будет рисовать давайте посмотрим результат обратите внимание на фургоне мы видим рисуется карта веса как действовать дальше вы уже знаете убираете фургон не забудьте добавить сапсор фейс приключительно simple здесь можно и более высокое значение ставить затем добавляете модификатор дисплейс выбираете карту веса смотрите и значение strange ставите на минусовое или какое вам нужно уж от этих артефактов я думаю вы найдете способ сами избавиться какую-то деталь можно удалить или возможно получится избавиться да если от сапсор увеличить на единичку я думаю суть в принципе вам понятно что можно делать и как это делать на этом все смотрите наши уроки дальше подписывайтесь на канал ставьте лайки до свидания